всем привет с вами gnum и это небольшой обзорный ролик по залу славы для начала для тех кто начал играть недавно что такое зал славы зал славы это такое такой воображаемый пул карт хростоуне которые раньше были в классическом или базовом сете и или не обязательно в классическом базам сете но затем их отправили силы в зал славы и теперь они не могут играть в стандартном режиме то есть в основном турнирном режиме в основном режиме хростоуна для чего это делается потому что некоторые карты классического базового сетов они оказываются слишком сильны или слишком популярны они занимают слишком много места в колодах практически в каждой колоде определенного класса всегда есть та или иная карта и соответственно их отправлять зал славы чтобы расчистить место для новых карт чтобы обеспечить большую сменяемость карт колодок чтобы обеспечить больше разнообразие так это выглядит в теории на практике не всегда получается так хорошо на словах но тем не менее зал славы это именно такая штука почему о нем снова заговорили последнее время потому что примерно через месяц у нас выходит новый год в хорстауне в год дракона и к этому прикрутили новую ротацию часть карты отправляют снова в зал славы вот все те карты которые будут отправлены в зал славы примерно через месяц давайте мы поделим этот ролик на две части вначале я дам вам инструкцию по пыли если вдруг вы не очень себе представляете что с этим делать а затем мы обсудим уход самих карт значит так друзья почему это важно для любого игрока в хорстон потому что это касается его пыли то есть его ресурсов можно сказать его денег каков механизм ухода карта зал славы нам подробно супер подробно в этом году не разжевывали но почти на сто процентов механизм ухода карта зал славы будет ровно таким же как и год назад поэтому практически 100 топ со стопроцентной уверенностью мы можем утверждать как что произойдет и чего нам сколько зачислить итак друзья когда карта какая-либо уходит в зал славы в данном случае вот эти вот раз два три 4 5 6 7 8 9 карты каждый игрок у которого есть эти карты получает компенсацию вопрос сколько компенсации когда например карту нерфит на в течение недели ну и надо двух недель после нерфа позволяют распылить эту карту за полную стоимость например если мы крафтим карту за тысячу пыли да мы ее можем и распылить ровно за эти же тысячи пыли что конечно для хорстона не не типично это временные акции после нерфа карта здесь такая же механика нет здесь механика вообще не такая же не путайте нерф карт и отправку в зал славы и так разберем на прицель на примере ну например гена седогрева да сколько маны сколько пыли стоит создать одну легендарку например гена седогрева создать ее стоит 1200 пыли если она не золотая 3200 золотая когда ген седогрев уйдет зал славы каждый игрок у которого есть ген седогрев получит компенсацию в размере полной пыли в размере 1600 пыли если у вас есть золотой ген в размере 3200 пыли хорошо допустим у меня есть два гена три гена у меня есть 10 баку и 23 стража ужаса сколько я за них получу пыли вы получите компенсацию за такое количество копий карты сколько можно впихнуть в одну колоду то есть если мы говорим обо всех картах кроме баку и гена то мы можем положить по два экземпляра соответственно два экземпляра нам будут компенсированы все что сверху нам не будет компенсирована нет смысла их держать когда мы говорим о легендарках мы можем положить только одну легендарку в колоду соответственно нам компенсирует ровно по одной легендарки теперь допустим у меня вот например есть два оленя до один золотой один обычный мне компенсирует одного золотого и одного обычного как будто бы я создавал за свой счет а допустим меня два золотых два обычных нам компенсирует по максимуму то есть там компенсирует два золотых а два обычных нам не компенсирует то есть имеет смысл иметь Именно золотых Теперь, друзья, по распылению После того, как карты ушли в зал славы Мы получим пыль просто за сам факт того, что у нас они были Нам не нужно от них отказываться, нам не нужно их распылять Просто если у нас эти карты были в коллекции на момент их ухода То есть это будет примерно в середине апреля Нам дают пыль, карты у нас остаются Мы после этого, если захотим, можем их распылить Но распылить мы их можем на общих основаниях То есть за малое количество пыли Не как после нерфа за полную пыль А вот за легендарку, сколько он, за 400 мы пылим вроде бы А команд за 5 рублей мы пылим Соответственно, пыли мы получим очень мало Конечно, если у вас есть желание, можете распылить Но в общем-то в этом нет смысла Потому что пыли вы получите очень мало Вскрыть вы эти карты больше не сможете Вам придется их крафтить обратно, если понадобится за полную пыль Поэтому я не рекомендую их пылить Итого, инструкция итоговая, друзья Если у вас нет какой-то карты из зала славы Вообще нет Берете вашу пыль и крафтите золотую копию Вы получите через месяц, друзья Полнейшую компенсацию Вот сколько вы потратили Столько же вы пыли получите Поэтому смело крафтите золотые копии Если у вас этих карт нет Если у вас, конечно, есть золотые Просто ничего не делайте, просто ждите Если у вас, например, есть 2 обычные копии Например, 2 оленя Вам есть смысл крафтить золотые или нет? Тут решение принимать вам Вам нужно понимать, как это работает Например, если вы оставите просто 2 оленя Вы получите компенсацию за 2 обычных оленей И у вас останутся 2 обычных оленя Можете потом распылить Если скрафтить еще 2 золотых Вы получите компенсации только за 2 золотых За 2 обычных уже не получите Таким образом, вы можете поменять Обычные копии на золотые По очень-очень выгодному курсу Очень за недорого Я лично так и сделал У меня далеко не все карты были в золотых экземплярах Я всех уже позолотил Как только уйдут в зол славы Я получу за них обратно все Плюс я оставлю все золотые экземпляры Ну просто мне нравится коллекционировать карты Харстон это коллекционная игра И я считаю коллекционированием важным элементом Поэтому я собираю такую золотую коллекцию Ну, не сильно, конечно, но собираю Вот, и друзья, что очень важно Критическая ошибка, которую может совершить неопытный новичок Ни в коем случае ничего не пылите До ухода Карты в зол славы Если вы их распылите до ухода Вы не получите ничего У вас не будет этих карт на момент ротации Вы не получите никакой компенсации Ждите, пока выйдет новый сет Пока выйдет год дракона Пока вы получите компенсацию И только потом принимайте решение Пылит карта или нет Соответственно, такая у нас, ребята, диспозиция По пыли По золу славы Надеюсь, вы не ошибетесь И получите максимальную компенсацию Теперь давайте поговорим о самих нерфах карт Насколько они обоснованы Что лежит в... Ну, каковы причины этих нерфов и так далее Первая карта Натуралайз Тот сам Натуралайз, который в последнее время игрался очень активно Вообще, первые пару лет Харстона Натуралайз считался совсем такой позорной картой И никто никогда не играл Потому что, ну, не было соответствующих дек Вот А сейчас Натуралайз играется очень активно Он играется с Вихлепыхом в некоторых других колодах И бывает, он раздражает Он уничтожает руку, уничтожает колоду Ладно, уничтожает существо Ну, уничтожает, ладно, существо Подумаешь Он палит вам топ-деки Он ломает вашу колоду Вот это, конечно, самое раздражающее И, значит, разработчики дали пояснение Почему они понерфили Почему отправляют это в зал славы Идея друида, говорит Майк Доней В создании маны, а не в ремовалах Поэтому близость к природе уходит Ну, во-первых, вызывает вопросы Идея друида в создании маны После того, как совершенно недавно Близзард понерфили Ватгрот и Нориш Теперь они стали почти что неиграбельными Интересная заявочка Идея друида в создании маны Поэтому нахер понерфим в жопу создание маны А не в ремовалах Но, как я уже сказал Проблема натуралайза вовсе не в том, что ремовывает существо Ну, ремовывает и ремовывает Что кто-то плачет О, нет, мне убили существо Всех бесит то, что он ломает руку Конечно же, он уничтожает колоду В этом проблема По-моему, разработчики какие-то Не знаю, может Майк Дональд там не шарит Плохо, что дурит, убивает существо Поэтому убиваем натуралайза Ну, давайте размах туда уберем Конечно же, натуралайза ходит именно потому Что он ломает руку, ломает колоду Ну, на самом деле, такое двоякое решение Я тоже, на самом деле, не считаю Что ломать вот так вот на халявку Топдеки комбо имеет совсем хорошо Но, конечно, тот комментарий Который в Близзард сопроводили Этот нерф Это, конечно, бред сивый кобыл И какая-то чешня Ну, ладно В общем-то, уход натуралайза имеет какой-то смысл Страж Ужаса Также уходит в зал славы Страж Ужаса играл намного лучше Он раньше играл в агрессивных зоулоках Например, ты раскидал всю руку У тебя пустая рука Ты играешь Стража Ужаса Скидывать нечего Никакого штрафа за 5 маны, 5-7 Рывок за шимбенно Скинул что-то Ну, бывает А бывают дискард локи В последнее время он играл еще в куболоках То есть весьма популярная карта сейчас Он тоже уходит в зал славы Это странно Потому что существуют совершенно Изящные и элегантные способы Понервить его таким образом Чтобы он перестал быть таким бесячим Но при этом не отправлять его в зал славы На мой взгляд, отправление в зал славы Это совершенно крайняя мера Если ты не сумел никак справиться Как говорят, что Война это последний Последний ступень дипломатии Точно так же Отправление в зал славы Это последняя ступень работы с ними То есть если можно как-то изящно понервить Я считаю, что нужно изящно понервить и оставить Как можно было бы понервить? Ну тут сразу несколько способов Они лежат на поверхности на самом деле Смотрите, у него отдельная белка Рывок и боевый клич Давайте попробуем совместить Например, боевой клич Рывок Вы сбрасываете две карты То есть если мы его играем не из руки Например, воскрешаем Десной Том Или он у нас выскакивает из черепа Монарии То Батал край не срабатывает Мы не сбрасываем две карты Но он и не получает рывок Мне кажется, было бы намного честнее Как вы считаете? Вот если бы... Сыграл с руки? Ну да, ты оплатил сброс двух карт Получай награду рывок Сыграл на халявку через Монарии или ДК Ну у тебя есть демон, но он без рывка Честно? Честно Это сложно сделать? Нет, совершенно не сложно Переставить слово рывок после слова боевой клич Или, например, немного изменить Сделать не боевой клич А написать Когда Страш Ужаса входит в игру Забросьте две карты То есть сыграл с Монарии Батал край нет Но две карты надо забросить Собойнел с ДК Надо забросить две карты Такова цена этого демона Таков штраф Гораздо же изящнее, чем то, что сейчас И главное, гораздо честнее То есть, на мой взгляд, нужно было И сделать это намного раньше, когда Кубалок был мега сильный Мега... Да, он и сейчас Кубалок очень сильный ДК и довольно популярный Почему этого не было сделано? Я не знаю, существенно Разработчики решили, что проще отправить его в Зал Славы Чем хоть что-то поменять Совершенно непонятно для меня решение Ну, хрен с ними, ладно Божественная милость Это спелл паладина Который позволяет набирать карты По квартам оппонента Вот Сколько существует агропаладин Их много было разных На протяжении всего Харстоуна И Там, если паладин агрота Там почти всегда лежит божественная милость Просто слишком на халяву набираешь карты И какая-то логика В отправлении этой карты в Зал Славы есть? Да что ж такое-то, а? Извините Тихо Так, какая-то логика в этом есть, но Опять же Так ли необходимо прям отправлять Эту карту в Зал Славы Ведь можно Тупо сделать дороже Сделать за 4, может за 5 ман Она, конечно же, станет слабее Она может уже не будет вылежать В каждом агропаладине И опять же Не придется вот Прибегать к ранней мере Да, это карты мега популярны Любой агропаладин На халяву берет 5, 6, 7 карт Агропал разбросал Единичку, единичку, единичку Пустая рука Там карт 7 оппонента Ты 7 карт взял Как это за 3 маны Звел 7 карт? Это очень круто Ну может ты просто Че-то поднерфить Зачем сразу Зал Славы? Почему сразу прям Уничтожать карты? Зачем их выгонять Из Харстоуна на совсем? За что это? Да что ж там с Пуджиком? Ну оставшиеся Это карты Это Баку, Генсида Гриф И их свиты Я бы так сказал То есть все эти карты Нужно рассматривать Как единое целое Баку и Генсида Гриф Показали себя Очень сильными легендарками На них было построено Огромное количество колод Для меня это стало Например сюрпризом Я не ожидал Такой силы Такой популярности И конечно Их можно рассматривать Только целиком Потому что Вот например На Баку Было создано больше колод Чем на Гене Седогреве Но тем не менее Если мы отправляем В этот Зал Славы Одного То надо отправить Конечно второго Это будет разумно Честно и логично И тут Возможно Как раз Именно здесь Разработчики Оказались правы Потому что По нерфе Такие карты Крайне сложно Они влияют Аж на 9 Обила Каждый Как их нерфить Каждую из них В отдельности Вообще непонятно Как нерфить Саму карту Что с этим делать Я лично не представляю Это очень сложная работа Нужно прям сидеть И неделю думать Хорошенько Чтобы как-то Это придумать Поэтому да Возможно Именно здесь Как раз Логичным Разумным решением Будет сразу Отправить В Зал Славы И конечно Если мы отправляем Эти две легендарки В Зал Славы То мы также Отправляем И их Свит Вот эти Остальные Там кошку Оленя Рыбу И всех остальных Это знаете Как раньше Когда фараона Хоронили Вместе с ним Туда жену Прислугу Весь Отсел могилу Вот так же И здесь Соответственно Друзья Подведем итог Отправление Баку и Гена Я считаю Справедливым Несмотря на то Что это карты Из Небазового набора И они нас Самостоятельно Покинули бы Через год Очень много Мы не можем Еще год терпеть Какой-то Какие-то Нездоровые колоды Просто потому Что разработчикам Лень Да Нужно иметь силу воли Здесь они молодцы Что отправили Нерв натуралайзов Вызывает вопросы Но в общем Какая-то логия В этом прослеживается Нерв дем Ну не нерв А убийство Скажем так Стражи ужаса И божественной милости Совершенно Выглядит Странным Непонятным С ними можно было поступить Намного умнее И изящнее Друзья Такая вот ситуация По Залу Славы Если у вас Есть свои соображения По Ну по тому Что я говорил По Целесообразности Того Как поступили С этими картами Разработчики Не стесняйтесь Оставляйте их в комментариях Спасибо всем за просмотр Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok